Андрей, привет. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. Как говорится, когда в Москве солнечные дни, еще лучше, но их 75 только, к сожалению, их нужно увеличивать. Но вот так вот с прояснениями, поэтому, когда отличная погода, настроение ничто не может изменить. Скажи, пожалуйста, про себя и как ты себя называешь, как ты представляешься? Потому что мне очень интересно, как люди из профессии, из нашей, себя дефицируют. Я би-разработчик, я дата-журналист, может, ты не знаю, дата-йог. Ну, я экономист по образованию, по сути, учился я на менеджменте промышленном, учили меня запускать большие промышленные предприятия, обсчитывать инвестиции в новые продукты и услуги. А так получилось, что на заре развития различных технологий очень быстро формировались в банках дилинговые департаменты. Это те, кто работает по продаже валюты. И, по сути, я дипломную работу писал по прогнозированию валютных курсов. Работал с Omega Trade Station, там Reuters Dealing, различными системами, которые позволяли проводить эти операции. Это все в диковинку было. То есть у меня там мой профессор и еще там несколько таких умных ребят, которых банки приглашали налаживать такую деятельность, вот на тот момент этим занимались. Ну, я провел какое-то время, понятно, в дилинговом центре. Начинался аналитика, который отслеживает со всех бирж мира поступающую информацию. И пришлось очень глубоко погрузиться в английский язык финансовый. То есть это такая отдельная история, наверное, Bloomberg, Reuters, тех, кто с этим работает. Прям специальный сленг свой. Отскоки, прогибы, подходы там. И это меня привело через буквально пару лет в проект финансового портала. Был такой интересный, Finport Technologies назывался. И я там проектировал поставку информации из биржевых котировок разных таких поставщиков. Мы делали портал, который отражает все изменения по разным валютам и разным товарным рынкам, как происходит сейчас. Отражали ситуацию, по сути. Все это потом перерастало в кредитное бюро, распространение по миру. И этот проект, ну, он какое-то время, там, несколько лет он хорошо существовал. Потом его продали. И я перешел... Чем я там дальше занимался? Ну, наверное, хороший опыт был по информационной безопасности. Часть времени я провел после финансового портала эти графики, диаграммы все с бирж. Это, наверное, моя визуальная грамотность прошла там на ройтеровских... Ройтеровских различных экранах торговых. Поэтому все началось с японских свечей, их правильной работы, чтение кучи литературы на этот счет. Ну, это, наверное, хорошо. Люди обычно этим заканчивают. То есть такой сложный вид товарных всяких прогнозных моделей. Это уже какая-нибудь биржевая активность. Потом я занимался информационной безопасностью. Работал с разными компаниями. Здесь около 150 вендоров. Налаживал партнерскую сеть. Находил новых поставщиков. Именно в области информационной безопасности. Переводил их сюда. И какое-то время переключился на медиабизнес. В бизнес-медику, наверное, с 2009 года. Хорошо, чтобы кратко так это все не затягивать. Только первые были проекты, связанные с инфополем, отслеживанием информации о брендах. Как они себя ведут, что это делает. Мы осваивали тогда лингвистику. Работали с Эбби Лингва. Там были такие пакеты Компрена, который разбирал русский язык. Улучшали аналитику, которая связана с инфополем. И как раз в это время строили всю графическую оболочку, которая помогает смотреть на все эти цифры. И какая идентификация. То есть это у нас все еще идет в нашем чатике по визуализации. Идет спор, ты би-разработчик или ты визуальный эстет или кто там. Мне кажется, это сложно ответить. Наверное, кто такой аналитик. Канадский университет есть, который отслеживает деление компетенции у аналитиков. Там у них, по-моему, 8 профилей в разных областях. Есть аналитики по бизнес-процессам, есть аналитики по вебу. Есть аналитики, которые занимаются там в айтишной какой-то составляющей. Есть связями. То есть надо смотреть. Все зависит от детальной работы. Причем, если взять еще отрасли, то знаменитый такой сейчас набор. Мы сделаем из вас продакта. То есть продакт-менеджер. Мне сложно сказать. Я вот какое-то время, я год был в совете директоров цены электроника. Это дочка Ростеха. И, например, продакт в этом бизнесе, он занимается продажей, например, оружия. А есть продакт, который занимается, продает данные для мобилок. То есть это вещи тоже вроде бы одно и то же слово, но суть работ разная. Поэтому нужно смотреть на отрасли, насколько они значимы, каким стеком технологий ты занимаешься, какие виды задач решаешь. Для этого целые книги, по крайней мере, по аналитической работе сейчас это хорошо разбирается в деталях. Поэтому отвечаю на твой вопрос, кем я себя считаю. Ну, наверное, мы последний раз как раз в семье обсуждали этот вопрос. Профессии появляются очень быстро. Я насчитал что-то 29 профессий, которые у меня было. То есть я перебирал. И, наверное, остается какой-то такой предпринимательский дух или дух любопытства что-то попробовать. Поэтому, начиная от экономиста, на которого я учился, заканчивая предпринимателем или там евангелистом технологии образования. То есть все стараешься пробовать. А там дальше это уже мнение о тебе разных слоев населения, разных подотраслей. Поэтому, наверное, хочется быть, наверное, человеком, который может сосредоточиться на собственном потоке и не терять время, а что-то делать интересное. Когда делаешь интересное, а не теряешь любопытство, а у тебя получается что-то сделать на самом деле значимое. Поэтому вот где-то так. Может, абстрактно. Извини, Ром, что не без точных определений. Нет, это окей. Мне как раз на самом деле нравится очень твой подход. У тебя много часто проскакивает что-то про какие-то духовные практики, про поток, про самосознание и так далее. Ну и ты сейчас руководишь компанией Data Yoga, правильно? По сути, Data Yoga — это комьюнити. Юрлица, которые есть, это больше, наверное, связаны с операционной деятельностью. Есть агентство Advanced Research and Development Agency, это агентство по исследованиям, которое выполняет разные работы в области управленческого консультирования. И это вот такая предпринимательская деятельность. Все остальные проекты, которые я делаю, их там, наверное, 90% из моих, они все — это не коммерческие проекты. То есть это те проекты, в которых мне интересно общаться с интересными умными людьми, очень разноплановыми, от специалистов узких в своей области, которые настраивают, не знаю, синхронизацию данных в серверах и ведут научную деятельность, до тех ребят, которые видят клиентскую работу, понимают, что происходит в отрасли, как там, что меняется, тренды. То есть, наверное, это попытка построить какой-то аналог чтения книг вокруг себя. То есть интересные люди — это, наверное, самое прикольное, что можно сделать в жизни. То есть никогда сам не придумаешь, сидя там в библиотеке, здесь вот читая умные книжки, то есть это только теория. Нужно идти, просто общаться с людьми. Идеи появляются от того, когда сталкиваются, что зажигается. В спорах рождаются, помнишь, в спорах рождаются папоротники, да. Апоротники. Они спорами разнорожаются. Да, я понял, понял, да. Да. Ты, Настяна, сейчас у тебя очень много про визуализацию данных. Я услышал, что ты прям такой IT-интерпренер, как сейчас, наверное, модно говорить. Но у тебя действительно очень классно, много материалов про визуализацию данных. И при этом ты пересекаешь, как я говорил, уже с какими-то практиками. Вообще, откуда это появилось? Можешь тебе это рассказать? Потому что, мне кажется, это должно быть очень интересно. Ты знаешь, это, наверное, какая-то отдельная рефлексия сейчас будет. Потому что что-то я на этот счет так не думал. Можно посмотреть на проекты. Я вот подобрал несколько ссылок. Может, мы дойдем до... В них поразбираемся вместе. Честное слово. Даже не сильно представляю. В общем, у меня вот есть доска Миро. Я подобрал здесь несколько проектов, которыми я последнее время занимался. То есть, о чем можно поговорить. Ну, наверное, как бы заканчивая неосознанность, которая была до момента, когда я начал запускать проекты, это закончилось все на медиаиндустрии. Был такой спад в 2014 году. Медийка вся сжалась. И понятно стало, что бессмысленно строить работу. Рынки все, многие загнулись. Медийка сжалась. И я на тот момент подумал, что нужно подумать. И я уехал в кругосветку. Я определил для себя, что смогу просто в одну сторону поехать, в другую приехать. И сколько займет без планов, без какой-то просто был этот бэкпекерский такой опыт. Рюкзак. И в одну сторону поехали. Вот все это вылилось почти в 120 дней. Там что-то около 31 страны. И вот я делал даже там... Ну, я не закончил, правда. Но этот опыт, который был по самому путешествию, он мне дал очень много идей, которые связаны с дизайном. Там в Шри-Ланке, на юге Индии, там Таиланды. Очень интересные страны, там Камбоджа, Вьетнам, ну, то есть вся Азия. Ты пробуешь какой-то опыт, и что-то у тебя получается или нет. Я вот собираю сейчас этот весь проект, не до конца еще делал. Вот, например, в Индонезии потрясающая возможность вот эту вот маску. Просто как опыт. Находишь на улице человека, который занимается скульптурой, ты говоришь, научи меня делать. Да, приходи завтра, и научу тебя. И ты три часа сидишь с ним, и вот эта маска, это я сам сделал. Я оставил ее в одном из мест, где в Убуде находился. Ты просто пробуешь что-то делать сам, своими руками. И у тебя, понятно, что куча идей всяких. Было исписано там целые сто страниц Маллискина, как это все проходит, и крупнейшие. Ну, то есть то, что ты глазами никогда не можешь увидеть. Например, вот Истекляль, крупнейшая мечеть. Там, я знаю, по-моему, 75 тысяч человек вмещается внутрь. Или какие-нибудь маски, или те же самые музеи современного искусства. Так как я учился на менеджменте антиквариата в Гелосе, я во время Кургосветки оставил задачи посещать все музеи современного искусства, где я буду, для того, чтобы смотреть, что сейчас продается, что такое по оценкам людей интересное искусство. И вот я около 50 музеев посетил, смотрел, что они там делают. Это очень интересно. По каждому из них можно отдельно пообщаться. Но это вот приносит тебе какой-то опыт. И я что хотел показать, что многие вещи, которые ты сам делаешь, он, вот встречи с людьми, он тебе просто приносит целый ряд идей. Отсюда, наверное, после того, как это все закончилось, покажу, где вот я, где-то было тут дело художника. А, вот здесь было, да. То есть, вот мой мастер был. Вот эти все маски, которые делались. И я тут сидел. Как раз вот таких вот профессий местных, от музыки до искусства, ты пробуешь за Кургосветку там несколько десятков, и у тебя происходит, по сути, твое такое, какое-то озарение. Поэтому после того, как это все произошло, я попробовал, наверное, около 14 разных стартапов, которые там запускают. Что-то умерло, что-то родилось. И вот благодаря коллегам, сообществу нашему, людей, с которыми я работал, очень успешно развивается именно дата-йога. Мы сделали этот такой бренд для того, чтобы можно было практиковать осознанность, когда ты делаешь любого рода проекты, и более внимательно относиться к своему развитию. То есть, многие люди, знаешь, они как бы говорят, как я могу сюда прийти, потому что здесь уже люди, которые 20 лет в этом творились, они все знают. На самом деле это вообще не важно. Вообще не важно. То есть, ты можешь начать любой свой путь вот с сегодняшнего дня и просто немножечко улучшаться каждый день, становиться лучше, чем ты был версией предыдущего дня. Это позволит тебе прожить очень потрясающе насыщенную жизнь. А догонять это всегда проще. Посмотри вот MBA-ные программы. Люди, которые проходили MBA, руководят крупнейшими бизнесами мира, они, например, проходили свой MBA, когда не было многомерных кубов, когда не было бизнес-интеллидженс-технологий, они не смотрели, что такое многомерное бюджетирование, например. Вообще этого не было. То есть, те люди, которые, молодые люди, которые сейчас идут на учебу, они сталкиваются с таким стеком технологий, которым для предыдущего поколения просто невозможно как бы представить. Поэтому вот эта смена такая есть. Просто компетенции молодого человека и взрослого, они отличаются. То есть, умный руководитель, он как бы не делает лишних движений, наверное, больше такая как бы стратегическая, такая осознанность. А молодежь может разбираться очень хорошо, пробовать разные технологии, у них это лучше получается. Как не помню, какой-то спортсмен сказал, ты, говорит, не забудь, всегда будет рядом с тобой человек, которому 22 года. То есть, это говорит о том, что твои 22 проходят, а дальше происходит человек, который быстрее бежит, быстрее прыгает, быстрее соображает. Поэтому, как бы, у каждого должна быть своя какая-то, свое какое-то направление в этом. Ну вот, дата-йога, по сути, позволила осознать этот опыт, много там оттуда, чего получилось, как бы, осознать. И мы пошли не только в область взрослых людей, да, мы начали понимать, что дети даже, которые сейчас от 7, там до 15 лет, они очень быстро осваивают то, то, что у взрослых выходило, там, годы на освоение. И мы вот последние проводили с Яндексом школой анализа данных, здесь потрясающий опыт был, сделать детский датавист. Это четырехчасовая программа, где дети от 7 до 14 лет могли поизучить за 4 часа там базовые виды визуализации, собрать данные, построить графики, диаграммы, это все в игровой форме было сделано, там, на Лего мы показывали разделение категоризации, строили первые барчарты, горизонтальные бары линейчатые строили на МНДМСах, которые дети разрывали, подписывали оси. Целая на части делилась пиццей, которую все пополам, там, четверть смотрели, все это очень красиво, классно прошло. И эту программу мы два дня мы таких провели вот с Сашей Усачевым, это мой партнер по дата-йоге, с которой эти программы были придуманы. И мы поняли, что нужно давать возможность детям вот эти материалы изучать, и они делают это очень быстро. То есть очень быстро. Вот и такая квинтэссенция всей этой работы, конечно, родился визстандарт, чем я сейчас, по сути, занимаюсь. Это идея собрать крупных партнеров, которые ведут научную деятельность в своих областях и используют визуализацию данных в своих организациях, аналитику на системном уровне. То есть есть департаменты и IT, и по качеству данных, и посмотреть, как мы можем с помощью визуализации улучшать работу, делать оценку людей, смотреть на их компетенции, быстро развивать. И вот так родился визстандарт. И, по сути, идея здесь визстандарта именно визуальная грамотность. Мы хотим адаптировать те мировые стандарты, которые есть в этой области визуализации, для того, чтобы принести их на русском языке не так много материалов. Ну, Ром сам знаешь, там сколько, как мало книг, которые выходят, англоязычный поток просто потрясающий. А у нас тут вот Саша Богачев, по-моему, выпускал книгу, перевели еще пару изданий буквально по сторителлингу, все, на этом как бы закончено. Даже книги знаменитого Эдварда Тафта, по-моему, из четырех книг, которые он каждый по семь лет там писал, перевели только первую, одну, а потом комьюнити на этом умерло. Это ж тяжело все-таки переводить. Только любительский перевод есть, к сожалению, да. Да, и вот по сути попробуем вот такую работу совместно с партнерами сделать, чтобы можно было собирать людей, обсуждать, визуальные лаборатории сделать. Вот, и на этой основе рождается целый ряд, вот у дата-йоги есть, у нас около десятка курсов, которые мы проводим. Вот курсы, которые, например, психология, визуализация данных и дата-эстетика. То есть это не вся визуализация, с которой мы работаем, да, а это возможность более системно именно найти визуальную работу с данным, визуальную аналитику, guided analytics, принести эти практики построения не только отдельных визуализаций, но и дашбордов, обсудить интерактивность. Ну, и сама дата-эстетика, это как бы попытка найти способы, чтобы у людей данные, они как бы с чувствами подходили. То есть мы можем storytelling применять для того, чтобы люди запоминали выводы, которые вы делаете в данных, и какой подход к этому применять. Вот здесь целый набор, это первый сейчас из курсов, который позволит посмотреть, какой интерес. мы здесь подключили наши бесплатные материалы, которые были сделаны по дата-йоге. Ну, в общем, по ним, как бы это отдельный разговор, наверное, но там была проведена благодаря целому комьюнити, крутейшая системная работа, то есть, где, вот я покажу сейчас, где, где мы смогли за достаточно короткое время, по-моему, в течение года-полтора, сделать самые классные такие вводные уроки по работе, например, с такими продуктами, как табло или клик, да, ну, табло, так, табло паблик и табло десток, которые очень распространены в клике, это клик, кликсенс, и вот прям все марафоны по визуализации, у нас их прошло по табло прошло около четырех тысяч аналитиков, по клику тоже около четырех тысяч, и включает себя как работа с визуализациями, работа с данными, подходы с методологией, там, дашборды, стори-тейлинг, эти все материалы, они бесплатные, то есть, и по одному, и по второму марафону здесь можно, то есть, все, целые команды трудились над, над марафонами, то есть, можно спокойненько, спокойно прийти, зарегистрироваться и изучать эту область, то есть, спасибо тем всем людям, кто к этому подключился, поэтому, отвечая на твой вопрос, как бы, отдельно бизнес-работа у нас ведется по, больше, так сказать, работе с коммерческими заказчиками, которые просят для них выполнить какие-нибудь проектирования, марафонов, там, образовательные проекты, но все остальное мы стараемся делать как комьюнити, потому что потрясающе, казалось бы, вроде бы IT-специалисты, да, вот посмотри, один из нас, наш конкурс был и по табло, и по клику, это, это IT-ребята, которые просто в качестве конкурса, мы дали формат хайку, японский такой 17-слоговый, трехстроковый формат, который можно поэтически, да, и нужно было хайку сделать на разные, ну, то есть, по поводу своей работы или компетенции, что-то придет в голову, да, тут, это же потрясающе, посмотрите, посмотрел здесь у нас, так, все как в Excel, все как в Excel, заказчик сказал, грустит самурай, то есть, это боль, да, все знают, вот, а вот потрясающе, это мое, в хайку есть переход, то есть, когда ты с одной, с одной визуальной идеей перепрыгиваешь на другую, например, добавил красного, то есть, про цвет, да, и заиграл пайчарт красками бокал, красный, просто все про цвет, думаю, сейчас разукрасим пайчарт такой, нет, красный я добавил в бокал, у тебя уже пайчарт, поэтому дата-йога, дата-йога, по сути, это про осознанность, но это, наверное, не про лучшие графики или диаграммы, которые есть, это про принятие хаоса корпоративного мира, который лучше не будет, и ты должен просто со смирением на это все смотреть и помогать людям становиться лучше, то есть, наверное, чтобы не дергаться от каждой неправильно сделанной диаграммы и говорить, что тут все неправильно, то есть, это не принесет счастья точно, поэтому мы делаем вот такие вещи, как, например, вот эти карточки визуализации, которых очень много на наших курсах, мы просто их раздаем, это не для продажи, то есть, весь этот такой мерч, он непродаваемый, то есть, мы просто используем в качестве материалов для того, чтобы поиграть в игры на тренингах, да, или просто распространять это, то есть, это 47 видов визуализации, которые здесь разбиты на типы, например, как с картами работать, то есть, обычная карта, точно, там, хораплет, карта с оливкой областей, до плиточных карт, которых у нас баталии всегда идут в сообществах, нужны они или не нужны к смерти плиточным картам, а кто-то, наоборот, что-то проводит, поэтому вот эта осознанность, как бы, отвечая на твой вопрос, откуда эти практики эзотерические, наверное, они вот пришли просто из-за такого путешествия, которое было раньше сделано, и попытки найти неконфликтные способы обучения людей, то есть, они не должны гнаться эта вот попытка кого-то опередить, нужно, мне кажется, практиковать собственное развитие очень хорошее, вот поэтому я призываю всех быть более дружелюбными друг к другу и не набрасывать на вентилятор эти пайджаты. Слушай, очень круто, правда, и интересно, и на самом деле я хотел просто большое спасибо сказать и тебе, и коллегам, кто, ну и марафон делал, вообще занимается этой деятельностью, потому что теперь всегда есть, во-первых, кому скинуть ссылочку, если кто-то спрашивает, там, а где почитать по-таблону на русском, это прям закрывает вообще все, и вы там подобрали очень крутые материалы, именно то, что чаще всего обшло в секции дополнительной литературы, еще что-то, и мне кажется, вот оттуда можно просто, если стоит задача научиться визуализации данных, берешь марафон, все, что есть в доп. литературе, кладешь себе в закладку прочитать, читаешь, и, в общем-то, ну, естественно, практикуешься, практику, у вас там тоже есть, и, в общем-то, получается вполне себе готовый специалист. хотел вот поделиться нашей последней этой работой, было, мы начали серию, серию обсуждений, как визуализация данных работает в различных областях, которые не связаны чисто вот с дизайном и с визуализацией, вот первый был дизайн дашбордов в Airbus, мы пригласили моего друга, одноклассника, он военный летчик, капитан военно-воздушных сил и на обсуждение, и мы прошлись полностью по всем-всем приборам, которые есть в Airbus большом, посмотрели, какие практики есть на основном дисплее дополнительном, как они связаны с дизайнами дашбордов, как это точно так, вот какие принципы по использованию цветов, минимализм на визуализациях, отображение, работа цвета, например, дублирование того, как, например, при нестандартной ситуации сигнал поступает до пилота, а ведь он поступает вот здесь вот, например, красненьким, знаешь, как у Стивена Фьюна на серых дашбордах одна красная точка, которая привлекает внимание, и все, больше ничего нет. Я видел, ты, по-моему, в этот ТАФТи делал все виды визуализации в этот, или пример из ТАФТи в этот воркл. Да, очень крутая работа, вообще прям потрясающая. Спасибо. Да, и тогда начинаешь смотреть, вот как ТАФТовские идеи играют в жизни, что на самом деле убрав все не нужно, убрав цвет, ты можешь выделить информацию, информацию, прям, которую человек должен увидеть сразу. Но, что мне не нравится, это, конечно, шрифты с засечками. Я все не могу пережить с этим. Они в Нью-Йорк Таймс классно читаются, но, ну, как бы для русского языка, то есть, что-то там, наверное, не очень это удачно делали. Вот, и мы провели вот этот вебинар, будет еще около десятка разных, то есть, хотим, да, хотим посмотреть, как это, приглашаю подключиться. Мне кажется, есть у нас что обсудить интересного именно в такой профессиональной зоне. Мне кажется, ту работу, которую ты ведешь в стандартизации, связанной со стандартами внутрикорпоративными по использованию визуализации, она крайне важна для многих-многих компаний, потому что сократить время, которое человек возится, настраивая каждый там дашборд, сделав их красивыми изначально, то есть, подобрав шрифтовые пары, контрастные зоны в визуализациях, наладив категориальные шкалы цветов, это просто 99% мне кажется успеха эстетического восприятия в визуализации в корпоративном мире, поэтому приглашаю обсудить эту тему, я буду очень рад, потому что мы с другой стороны ведем такую же работу. Ну вот, где-то так по рассознанности. Супер, спасибо большое, такой получился развернутый ответ, у меня на самом деле есть такие мини-вопросы, наверное, по некоторым частям из того, что ты рассказал. Давай, давай, с удовольствием. Я, наверное, к ним сейчас чуть позже вернусь, мне, наверное, хотелось бы у тебя просто спросить, какие у тебя сейчас вызовы перед тобой стоят, то есть, что, ты, так скажем, давно в игре, ты уже много чего повредал, какие у тебя сейчас профессиональные вызовы, может быть, либо личные вызовы стоят с рабочей точки зрения? Интересно просто, что занимает твой мозг, зачем? Ну, наверное, это несколько вещей есть, которые я сейчас прям все убрал и только вот ими на них концентрируюсь. Попытка сделать программы, которые сейчас поддерживаются очень мощно с 15-го года проблемами визуальной и дата грамотности, озабочено много было компаний и, например, Клик, один из разработчиков программного обеспечения, они в 15-м году даже фреймворк сделали совместно с Министерством статистики Канады и там очень прикольные компетенции, которые необходимы человеку для того, чтобы начать работу с визуализацией данных и использовать данные для принятия решений и для проверки гипотез. Это очень важная задача. Сейчас, Ром, ты видишь, что наше сообщество, которое, например, профессиональных визуализаторов, оно там полторы тысячи человек в чатах, то есть это минимум. Даже по Excel людей, по-моему, по 30-40 тысяч человек есть. Мне хотелось бы, чтобы мы за ближайший год-два с помощью крупных компаний смогли разработать на русском языке то, что делалось по табло или по клику базовое погружение в продукт, только в области визуальной и датограмотности. То есть вот этот Data Literacy проект, я его сейчас детально продумываю, думаю, что к концу лета мы покажем уже интересные подходы и фреймворки. То есть хотелось помочь многим людям быстро осваивать эту область знаний. Это первое. Второе, как бы это по масштабу, то есть это такой короткий проект до конца года, чуть длиннее. Я занимаюсь еще какое-то время, пытался применить визуализацию данных к решению важной для меня задачи. Я увлекаюсь изучением языков и делаю так называемые языковые карты. если мы посмотрим, один из проектов lingvalize.ru это попытка применить визуализацию и психологию визуального восприятия для того, чтобы люди могли очень быстро погружаться в языки. Я провел около трех или четырех лет, наверное. В общем, с 2011 года эта идея была, 2013-2014 год я патентовал просто языковые карты как идею саму. А все остальное время я искал визуальное представление и формы, которые позволят на одной карте видеть весь язык и подходить и расставляется это все по структуре языка и чтобы люди могли очень быстро составлять любые предложения на языке. Всего в мире около 6 тысяч языков более-менее популярных, которые отслеживают международные организации. И, как оказалось, общая грамматика, есть несколько структур, около 6 структур, они базовые для всех и три из них самые популярные. И вот с этих популярных структур карта расставляется по частям речи, по структуре предложения, таким образом, чтобы ты мог очень быстро составлять предложения на любом языке, испанском. Я завтра хочу пойти покушать в дорогой ресторан. И чтобы ты не искал это где-то, а если ты учишься, тебе нужно просто пробовать. Я там йо, маньяна, кьеро, комэр, эн, ресторанте буэно. Собрал предложение. То же самое на китайском, очень прикольный как бы немножко сложное произношение, но очень простая грамматика, как в английском языке. И тот же самый японский вообще для русского прям... Программист, наверное, выучит японский просто очень быстро. То есть произношения все четко, расстановка по структуре языка, там можно даже какой-то язык был этот сделать. То есть мало исключений, все для русского для русского человека все произношения очень четкие, и ты расставляешь его в предложение с глаголом в конце. То есть вот я борюсь сейчас с задачей, чтобы такие карты были... То есть человек мог за неделю язык изучать, рассказывать о себе. То есть я мечтал, чтобы эссе человека раньше, который он пишет для того, чтобы рассказывать о себе, ты мог с помощью алгоритма очень быстро переводить в карту, которую человек может просто сразу брать и разговаривать. И вот только пару месяцев назад мы сделали эти алгоритмы и готовим сейчас по 20 языкам марафоны, которые позволят, позволят, вот мы там с французского начинаем, позволят людям за неделю погружаться в новый язык. И здесь подход очень простой, что соединение ведется слов, которые из визуализации я взял способ закодировать части речи в цвета, после этого расставить их по структуре языковой карты и соединять с помощью алгоритмов таким образом, чтобы человек мог легко собирать любые предложения. Вот сейчас эти карты работают, мы доделаем. Это вот челлендж такой из визуализации сделать практический продукт, который будет помогать многим людям учить языки. Посмотри, вот у нас комьюнити очень, мне кажется, мало таких информации проходит, как ребята, которые профессионально работают в визуализации, помогают решать задачи реального мира, то есть помогают это делать бесплатно. Коммерческие проекты и так понятны всем, но я вот отслеживаю, есть ребята, кто там институтом различным помогает какие-то диссертационные работы там визуализировать, дашборды там строить, дата-журналистику ведут. Мне кажется, такой работы должно быть намного больше, то есть сила профессионалов это помочь подтолкнуть новичков, новичков, сейчас Леша новичков вспомнит, вот, чтобы Леша всех подтолкнул куда-нибудь учить визуализацию данных. мне кажется, мне кажется, в эту сторону нужно смотреть и я последние полтора года вел работу по университетским кампусам, которые быстро возводятся, мы планируем в ближайшие два года построить несколько таких кампусов по миру, для того, чтобы люди изучали краткосрочные программы образовательные проходили, то есть, посмотри на табло, ну, то есть, вообще, для человека, который только-только пришел в профессию, очень сложно, на самом деле, выстроить не материалы, найти их много, а выстроить для себя какой-то правильный такой подход, свою дорожную карту, чтобы можно было быстро сократить время, там, не восемь лет, не знаю, как Егор Ларин, изучив все атомы, которые там летают в табло, да, и из всей работы сейчас семь лет почти не нужно, то есть, потому что продукт год за годом идет, и Егор знает, как там все движется, но для многих людей важно помочь вот этот первый год освоить этот объем, и Егор им подсказывает быстро, говорит, ребята, это не надо, это уберите, это не нужно, вот берите вот здесь кусочек, и быстро освоили, вот 80% функций, которые будут востребованы вами сейчас в реальных проектах, поэтому вот в коротких программах важно находить вот это ядро, которое очень быстро позволяет человеку погрузиться в нужную профессию, и мы подобрали там 12 таких тем, и эти краткосрочные программы должны будут выстраиваться в обучение, путешествия, плюс познание культур других народов, вот то, над чем работаю. звучит очень круто, прям космос. Присоединяйся. Да, с удовольствием. Слушай, в принципе, немного, знаешь, остается ощущение, честно скажу, такой белой зависти, ну и вдохновление, на самом деле, столько проектов, и ну прям круто. Благодаря людям вокруг, это ж не я все делаю. Ну, ты, возможно, как двигатель, это все истории, что чаще всего важно, и иногда самое важное, чтобы был кто-то, кто это все запускает и зажигает. Знаешь, Рома, в менеджменте есть такой Питер Друкер, я еще в институте учил, он говорит, как бы на падающем рынке менеджер получает меньше всех, потому что, ну, невозможно, как бы, тенденцию исправить, и ты, как бы, прешь против рынка, а на растущем рынке менеджер получает больше всех, потому что ты можешь организовать работу, которая выше рынка, и можно много чего успеть, захватить, подготовить. Где-то, наверное, задача человека, который пытается запустить проект, это все-таки убедить или заразить любопытством других людей, то есть, тогда все получается, вот, не всегда получается, если честно, столько, ты даже не представляешь, сколько проектов было выброшено в мусорку, просто из-за того, что ты там пишешь бота, который, например, по симптомам определяет, например, дает по симптоматике возможность почитать о заболевании, тут выходит Яндекс.Здоровье и все сгребает, или ты занимаешься какой-нибудь там, медикой, а у тебя ровно через полгода схлопывается рынок, и никому не интересно вообще ничего, то есть, как во время изоляции все перешли на покупку хлеба, этих, хлебопекарен, груши, это груши, турников для домашней физической подготовки, остальное все ушло на, ушло далеко, рынки просели там по 30-50% многие, поэтому все очень сильно околеблется, поэтому что-то должно отлежаться, да, не надо, не надо расстраиваться, нужно делать следующую попытку. Ты говоришь о том, что все меняется, все развивается, и BI области и инструменты развиваются, и сама подходы развиваются сильно, как ты вообще видишь, куда это все идет? Я сейчас, наверное, поясню, у меня часто с областью BI всегда такое впечатление, что, ну, как по ТРИЗу, идеальный, конечно, результат системы не должно быть, и в целом она, на мой взгляд, должна развиться в то, что там, поддержка принятия решений должна сама по себе исчезнуть, и решения должны просто приниматься по большому счету алгоритмами. Как ты это видишь, и как думаешь, это будет, ну, не знаю, на горизонте, там, 5-10-20 лет? Ну, немножко поиграем. Я тоже не люблю играть в Анастрадамус, но часто в этом думаю, потому что хочется какие-то вещи заранее немножко предвидеть. Да, ну, ты знаешь, я очень люблю футурологию, очень. То есть, вот, со студенчества почитаю Элвина Тоффлера, который там в 70-х годах предсказал третью волну информационную, там, он писал о природе власти, о войнах. Это люди, которые смотрят на 20 лет вперед, и, в принципе, это должна быть профессиональная работа, когда ты исследуешь десятки или там сотни, а может, тысячи трендов, которые у тебя в сообществе есть. Подкрепляется это научными исследованиями, открытиями, и тогда ты можешь определенным образом прогнозировать направление. У меня больше, она прикладная работа, я нахожу ниши, в которых я не буду конкурировать ни с кем, то есть, и где могу вовлечь большинство людей, сделать немножко мир такой прекрасней вокруг себя. Поэтому, если бы, наверное, я в крупной корпорации был, я бы откусывал какие-нибудь рынки, на которых можно как-то заработать, и это коммерческие проекты, но так складывается, что у меня совсем другая, как бы, противоположная зона, я искал нишу, где у меня не могут никто, как бы, со мной конкурировать, зачем, смысл какой. Вот я делаю что-то своеобразное, да, и делаю, то есть, кому нравится, тот приходит, кому не нравится, тот идет покупает что-нибудь другое или ищет что-то для себя другое. Поэтому, моя задача это комьюнити, и хотелось бы, я думаю, что несколько, как бы, вещей, которых я могу из практики своей выявить, ну, как бы, поделюсь. Мне кажется, что вот центры поддержки и центры компетенции внутри организации, они должны, они должны, они будут помогать многим людям внутри решать задачи, которые очень, очень конфиденциальны, то есть, там подсказки, подготовки, но вся остальная работа, как бы, знания, которые есть, подходы, которые, новые идеи, будут генериться сообществом. То есть, посмотри, вот насколько быстро люди, даже сложные какие-то, а вы подключали там кофеварку к Яндекс.Клауд, например, чтобы визуализировать на холодильнике мои там, этот, пропавшие продукты, и точно находится, человек говорит, вы знаете, ребят, я копался вот вчера полдня с этим, нашел АДБС, там, GDBC драйвер, который в шесть раз быстрее нативного работает, и давайте подключим, сейчас все будет у вас на скороварке работать. И это потрясающе, это невозможно найти внутри, внутри бизнеса. Мне кажется, комьюнити будет драйвить очень много процессов, по крайней мере, эта открытость, она тоже на пользу всем. Что еще? Из технологий. Учить лучше принципы, то есть, почему мы делаем базовые, базовые тренинги, потому что мы не учим, как нажимать кнопку. То есть, в табло, как бы кнопка поменяется завтра, и другая будет кнопка, уже не кнопка, а еще что-нибудь, слайдер или прикосновение, или голосом будет там делаться. Нужно учиться мышлению, определенным принципам, которые связаны с восприятием информации, пониманием задачи. Если ты понимаешь, что data science ты разбиваешь на понимание, для кого и что ты делаешь, как ты решаешь задачу, смотришь на ключевые показатели, которые тебе нужны для того, чтобы принять решение, либо подкрепить какую-то гипотезу. После этого смотришь на данные, которые у тебя есть, вытаскиваешь, преобразуешь их, готовишь. После этого ты переходишь к визуализации и подтверждаешь гипотезу. Понимание, что ты не путаешь третье с первым, дает тебе возможность уже в несколько раз лучше решать задачи корпоративные, потому что ты тупо экономишь на циклах этих согласований, на подходах, потому что из простой таблички, из простой таблички, которую ты можешь взять там 5 на 5, ты можешь сделать там тысячи визуализаций. И они все будут правильные, потому что они построены на правильных там данных. Но у тебя нет той точки, за которую ты можешь зацепиться и ответить на вопросы, найти ту визуализацию, которая лучшим способом тебе ответит на этот вопрос. Поэтому принципы, мне кажется, будут важнее, чем там практическое знание продуктов. Вот это второй такой. Это что-то меня напомнило из хайку. Есть такой басё, поэт, у него был хайку там про лягушку и пруд. В общем, три строчки. Но на самом деле на эти три строчки было написано около 20 тысяч статей, что имел в виду автор, когда он писал эту хайку. Поэтому это бесконечно, знаешь, как бы даже маленькие три строчки, их количество прочтений и интерпретаций просто зашкаливает. Можно было у Басё спросить, но даже, мне кажется, Басё не думал, что под каким соусом можно в текущем нашем мире интерпретировать его буквально несколько строчек. Что ещё из этой технологии? Ну, мне кажется, нужно следить за появлением профессий новых. То есть они появляются очень быстро. И в этой области сейчас очень не хватает, мне кажется, людей, которые именно по data and visual, такой литераси, они грамотные по работе с информацией. То есть посмотрите на кучу организаций внутри этих компаний, когда приходишь, все говорят о data science, там есть data scientists, но все на коленке работают с Excel. И многие... Вот на днях общались с Алексеем Рустамом Ладжином. Алексей Потрясающий, он проповедник от no-code активности, когда люди без программирования могут решать задачи анализа данных, это потрясающий сразу рычаг внутри организации. Потому что узкое место не хватает именно программистов, именно тех, кто напишет код, потому что ты проверить можешь, как сработает твоя система, то после того, как ты закодировал. Людям нужно хотя бы как-то сделать, например, всю цепочку из десяти этапов, просто сделать на троечку каждую. И тогда у тебя сработает. А если у тебя узкое место, что тебе нужно идти к программистам, ждать, пока ты там что-то делаешь, обсчитаешь, то внутри скорость изменений она будет просто никакая. То есть, как бы, минимальная цепь. Ну вот, извини, что не так, может быть, про футурологию надо поспрашивать кого-нибудь из наших коллег, которые любят на эту тему говорить. Но я так, из прикладного. Нет, все очень хорошо. Смотри, вопрос насчет этого. А как ты видишь, ну вот, про визуальную грамотность, например, на мой взгляд, это больше про репортинг. То есть, когда ты создаешь какой-то продукт, которым люди будут пользоваться, и для того, чтобы они быстро считывали информацию, нужно понимать, как ее представлять. А если говорить про такой базовый литресе, то это больше история, ну, на мой взгляд, там, про селф-сервис. Когда ты пришел, смог без, там, опять же, без написания из кейли-запросов получить нужные данные и смог их правильно интерпретировать. Как ты думаешь, что будет больше развиваться? И у меня здесь в голове немножко есть конфликт, в том плане, что кажется, что если развивается селф-сервис, когда любой менеджер зашел в какую-то биосистему, смог без кода забрать какие-то данные, то зачем ему сильно запариваться с визуальной частью? Ну, как бы, это чаще всего ему нужен какой-то ответ на задачу, либо какой-то, наоборот, исследовательский процесс, в котором, ну, не очень нужно заморачиваться с визуальным представлением. Как ты это видишь? То есть, вот селф-сервис часть, давай я так ее назову, и такая часть про создание продуктов, которые доносят визуальную информацию, как это будет в будущем соотноситься в компаниях и что ты по этому поводу думаешь? Ну, мне кажется, здесь нет противоречия, то есть, то, что ты сказал. На российском рынке русский BI все еще работает с точки зрения потрясающих, как бы, крупных масштабных проектов, где для людей с пиджаками делают большие ситуационные комнаты и дашборды, то есть, но их делают ребята-технари, которые, по сути, дают возможность, то есть, под желание заказчика проектируют то, что нужно. Это останется, то есть, репортинг внутри организации, это ключевая, форма получения информации. Есть его очень много разного вида, то есть, есть комплайнс, который не изменить, те формы, которые биржевой, например, информация, которая из организации идет прямо в XBRL, куда-нибудь на биржу, финансовая отчетность, которая по IFRS и по ГАПу должна собираться, в зависимости от того, где ты торгуешься на тех или иных рынках, они собираются в том формате, который тебе трактует твои стандарты учета. Есть тот комплайнс, который связан с окружающей следой, если ты в экологическом бизнесе и у тебя все равно часть репортинга нужно делать. И дальше мы уходим в корпоративный репортинг, который, на самом деле, если возьмешь отчеты по продажам, во многих компаниях, у нас некоторые клиенты, 5 лет не меняется один и тот же файл какой-нибудь PDF, в котором 45 слайдов, которые показывают в разных разрезах продажи. Вот они как смотрели, как собирались раз в 3 месяца, так и смотрят. Просто какая-то часть будет заменена новыми технологиями. Все уже хотят, не хотят кликать мышкой, что-то спросить, хотят повернуть дашборд, хотят посмотреть, более интерактивно работать с информацией, а традиционный репортинг и весь поток, он все равно останется. То есть его нужно где-то распечатывать, потому что, как и чеки, посмотри, какая история с чеками была. Раньше их обязательно для аудита надо было хранить. У телекома там целые комнаты были забиты этими рулонами с чеками, они должны были храниться. Как только их отменяют, налоговые, например, электронные копии есть или еще как-то складывается, то у тебя, получается, схлопывается весь переход и ты переходишь на цифровой формат. Посмотри, как все сейчас быстро перешли к домашнему обучению или посмотри, как подтверждение личности произошло через Мосру или сервисы. цифровую подпись получил, получил, пошел в банк, показался, показал, третий уровень тебе выставили, пожалуйста, иди закупай, подписывай документы, у детей не надо ходить заявление подписывать, просто согласился или не согласился с чем-то. То есть мы движемся в эпоху, когда одни технологии меняют другие. Но если возвращаться к типам корпоративных данных, то скорее всего для того, чтобы ускориться в своей работе, для большинства людей, которые, например, в авиационной, в авиаперевозках, в S7 Airlines, где-то люди сидят, которые отвечают за прибыльность авиалиний. Им нужно свой кусочек информации посмотреть, почему там самолеты доходно или недоходно летают, как наполняются сами линии, как новые линии открыть. То есть они хотят размышлять не о данных где-то собираемых и подготавливаемых, они хотят обсуждать бизнес, как помочь бизнесу стать более прибыльным, более эффективно работать. Поэтому вот здесь селс-сервис это скорее всего возможность для многих людей подключиться к чистым данным и поразмышлять над ними и посмотри, как визуально, как только ты задаешь вопрос о любой тенденции, у тебя сразу пропадает табличка. Таблички нет. У тебя человеческий глаз устроен таким образом, что тебе нужны графики, диаграммы для того, чтобы увидеть максимальное, минимальное значение. Увидеть там, например, средние, как мы менялись, какой продукт обогнал следующий продукт. А это можно увидеть только пересечением линейного графика на экране или посмотри в Excel какой самый первый способ визуализации данных в Excel, который все применяют. Прямо взрывает всем мозг, когда людям показывается. А ну, скажи. Я вот не помню, сейчас думаю, там, по-моему, линейный график стоит. Нет, это хотя линейный график и барчарт, наверное, это самые популярные виды визуализации, но то, что больше всего влияет на всех и прям вызывает чувство кубану. Хайлайт-таблица имеешь в виду? Совершенно верно, да. Не, ну, это понятно. Ну, то есть, человек не может видеть всплески, разницу несколько раз в самих цифрах, как только он набрасывает туда цвет, все, сразу открылось. Это для многих людей прям целый мир. Я понял. Ну, то есть, я правильно тебя понял, что в целом будут специалисты, кто будут, условно говоря, делать тэшборды, которые закрывают какие-то конкретные задачи, а для ребят, кто хочет какие-то данные пощупать, им тоже это важно, просто, чтобы на какие-то, чтобы более удобно отвечать на свои вопросы. Сейчас соотношение дата-сайентистов и людей, которые внутри работают там с репортингом, оно просто, ну, это пирамида. Мы все это видим. На весь МТС, там подразделение, по-моему, 260 человек, которые этим занимаются. То есть, людей таких немного, они решают очень сложные задачи, очень много могут быть интересных находок делать, но в большинстве случаев бизнес – это ежедневный труд, и люди, каждый должен видеть свой кусочек, и средняя вот сеть европейская еще по побытности работы в Делойте, я считал отчеты, там до 75 тысяч отчетов в час генерится. Поэтому посмотри, сделает ли столько дата-сайентист интересных своих находок или нет? Ну, думаю, что, наверное, нет. То есть, это все-таки очень выделено, мне кажется, это все остается в области ад-хок, где ни стандартизация не работает, ничего не работает. То есть, у тебя только есть проверка гипотез и поиск какой-то аномалии, там, что-нибудь тебе прям нужно найти для того, чтобы, может быть, новый продукт какой-то запилить на этой основе. Но это прям целые команды могут работать. И то я даже не верю в одного человека, который умеет делать все. То есть, такие люди очень редки по всему нашему сообществу. Там такие прям ребята, которые от баз данных, от всех железяк хранения, рейд-массивов и партишинга всякого, до вытаскивания данных, очистки, преобразования вот этих ТЛ-процедур, до визуализации репортинга и в красоту, то есть, где нужно настраивать на дашборде, там полчаса дашбор делал, полчаса его к красоту приводишь. То есть, столько же времени тратишь, чтобы он визуально прикольно выглядел и у пользователя было сразу возможность посмотреть на то, куда ты хочешь его взгляд привести. То есть, это вот эту всю цепочку сейчас делает достаточно много людей. В Tableau вот, Tableau Prep появился. То есть, это отдельная, мне кажется, вообще такая вещь с данными. То есть, многие люди, ну, то есть, в IT-компаниях, я вижу, вот по партнерам, с которыми мы системными интеграторами работаем, есть ребята, которые просто приходят, говорят, визуализация, не, я не хочу в ней работать. Ты как не хочешь? Ну, мне вот интересно в данных, мне интересно там, как они, хранение там, DBA, то есть, поработать. Это меня тоже сначала удивило, я не ожидал, что есть такие, такой ответ. А кто-то наоборот идет, говорит, я хочу в красоту, и у нас на каком-то из тренингов, по-моему, в телекоме вставала прям девушка в тренинге, говорит, ребята, это же продукты, которые дают возможность мне творить. Я могу теперь, то есть, я могу теперь делать дашборды цветные, работать с светом, со шрифтами, то есть, у меня никогда этого не было, то есть, удивительно, но это вот, посмотри, какое разное восприятие людей в этой области, поэтому каждый найдет, наверное, свое, то есть, то, что он хочет, но пропорция, пропорция вот очень умных ребят, которые будут решать информационные задачи прям целыми коллективами, их будет намного, намного меньше, чем всех остальных в бизнесе. Вчера смотрел вебинар, который вы провели по А320, очень интересно было, у меня много идей возникло, как раз, раз есть возможность тебя вживую по них поспрашивать. Давай. Там был пример, что если что-то идет не так, то выводятся инструкции прям, что делать, ну, то есть, порядок действий для пилота, что делать в какой-то экстремальной ситуации. Как ты считаешь, нужно ли такие же вещи выводить на дэшборды, когда мы подсвечиваем там какую-то аномалию в данных и говорим, что вот, смотрите, у вас упали продажи в каком-то регионе, идите, позвоните Пете, чтобы он там, не знаю, снижал средний чек или еще что-то. Как ты относишься к этим историям? Потому что я вижу, некоторые авторы как раз в книжках рекомендуют, что нужно такой call to action обязательно выводить прямо на дэшборд с каким-то выводами, с описательной частью текстом, а кто-то говорит, что вот он дэшборд, человек сам делает анализ, если вы можете делать анализ за него, то зачем вы где-то делаете? Напишите алгоритм, который это будет просто делать и сам звонить Пете. Что думаешь? Как мне кажется, что подсказки они будут, то есть это такой, можно сказать, что beyond dashboards, это за пределами дэшбордов. И дэшборд показывает, например, если у тебя есть показатель, который должен колебаться в каком-нибудь диапазоне, выход за диапазон должна быть подсказкой, это даже очень правильно. Приведу тебе пример из медийной индустрии. Почти все отчеты, которые мы делали по инфополю, то есть как бренд себя ведет в инфополе, и делали большие там дэшборды, везде все всплески и полностью описание, что происходило за прошлую неделю, делает аналитик. И этот отчет читается, даже если он интерактивный, даже если клиент может посмотреть, какой его бренд как там скакал, где всплески были, где инфокомпания пошла, где инфоповод вынырнул куда-то. Все это было сделано аналитикам, чтобы показать экстремумы по упоминанию негатив весь, почему он пошел, где в каких сообществах, и это все пишется человеком. То есть аннотирование, скажем так, дэшбордов, оно прям, мне кажется, это формат, который будет для топ-руководителей подходить, для них нужны рекомендации давать, для них нужно подсказывать, какие варианты решений могут быть, и будет востребован, чем выше руководитель, тем такие подсказки будут более востребованы. Если ты делаешь на низкий уровень, ты делаешь сложные дэшборды, которые показывают, которые дают возможность копаться в данных, то там будет много фильтров, различных элементов, интерактивных, которые сам аналитик может повернуть лучшим способом, и там на самом деле все будет зависеть от человека, например, машинный алгоритм может подсказывать какие-то вещи, но нужно человеческий глаз, который оценит, что же он все-таки ищет, в каких областях нужно отследить. Поэтому, отвечая, в общем, подсказки нужны, подсказки будут востребованы более определенным типом аудитории внутри компании, они будут все более лучше настраиваться, алгоритмы будут сами выявлять некоторые важные для людей сообщения, например, на комплайнс с каких-то времен еще давних, транзакция, например, как в банках, транзакция больше, например, 10 тысяч долларов, там раз в флажок сразу ушло уведомление, в департаменте безопасности человек, он ушел сразу в операционную систему, посмотрел, кто это проводит, созвонился, отключил там или еще, там процедуры для этого работают. Поэтому перелеты, где время очень ценно для людей, где его нет, там нужны инструкции и по ним они работают, потому что это жизни и нужно их спасать. И там целые институты работают, чтобы предварительно, предварительно научить пилота, который, который на самом деле, как вот, это руководитель, руководитель бизнеса, у него нет времени на то, чтобы разбираться в задаче. задача, разбираться в задаче, это должно быть у него аналитическое подразделение. Ему нужны подсказки, ему нужны вещи для принятия решений, и он иногда принимает решения на неполной информации, на непроведенных исследованиях, потому что одно из исследований, которые последних читал, вообще самый верхний уровень организации почти не автоматизируется, то есть все почти решения интуитивные, потому что такая вот природа, природа рынков, сильно много факторов, и ты можешь на что-то опираться, но решение принимает человек, который через себя пропускает, через свой опыт, или совет директоров, который может проголосовать, покупать ту или иную компанию, или нет. А представляешь, вот возьми какой-нибудь крупный, там тот же какой-нибудь Google или Facebook, у них покупок в год, там могут купить 20 или 50 компаний, то есть мелких и крупных, но покупки идут очень активно, то есть у тебя из 350 дней в году, у тебя каждый третий день ты покупаешь компанию, то есть вот с такой скоростью растут бизнесы, поэтому там очень целые коллективы работают, чтобы маленькие задачки решать, и это помогает руководителям принимать решения. Окей, услышал тебя. Мне на самом деле стало очень интересно, как эти инструкции пишутся, я даже хочу поискать именно сам дизайн этих инструкций, в плане, не дизайн внешний, а в плане, как их проектировать, потому что это очень часто задача для меня, как научить пользователя быстро что-то, либо пользоваться даже бортом, лезу, потому что мне кажется, что такая прям наука, как сделать понятный онбординг, и вот как эта инструкция так сформирована, что пилот в экстремальной ситуации по ней может что-то быстро понять, пройтись и исполнить то, что там написано. Да, это прикольно, но могу сказать, что в лингвистике очень важный фактор, есть отдельный такой simple english, то есть я несколькими видами языков занимался, который позволяет сжимать ядро языка, и вот для авиационной индустрии есть отдельный технический английский, состоящий там 850 слов, которыми именно инструкции пишутся, поэтому у меня есть, в общем, если будет интересно, могу тебе выслать этот документ там расписан, то есть те слова, которыми ты будешь писать эти инструкции, они должны быть очень частотные, понятные, очень прозрачные, то есть и не интерпретироваться многозначно, то есть это очень важный момент, плюс, может быть, как ты видел, наверное, раньше по документации, раньше все к системам смотрели такие талмуды, юзер-экс, там, гайды всякие, сейчас почти все компании переходят на то, чтобы делать видео, видеогиды, то есть сервер даже, этот сервер, если ты настраиваешь, то даже технически этот там инженер может просто зайти и посмотреть видео и последовательно на соседнем экране запустить его, посмотреть, как это все делается, то есть не читать инструкцию, а смотреть, и мне кажется, вот видеозаписи и работа с дашбордом будет более актуально, чем запись инструкции, вот Comstation Studio или еще несколько, это прям софт, который ставишь, берешь дашборд, открываешь, показываешь его и отправляешь пользователям, которые с этим работают. Ну вот мы сейчас экспериментируем с видеоинструкциями пока, но мне тоже кажется, что это то, что надо. Видеопоказ это, наверное, самое простое, что сейчас можно сделать, там подсветки можно пока, там можно привлекать внимание, то есть посмотри на такую форму. Смотри, второй вопрос, который у меня возник после этого видео, ваше общение, вроде бы с одной стороны идет тенденция на уменьшение контентивной нагрузки, теперь два дисплея основных, в которых можно переключаться между ними и выбирать нужную тебе информацию, но при этом сами визуализации, которые там используются, они довольно сложные, и как Олег сказал, что там сначала ты, насколько я понял, довольно долгое время учишься просто понимать только вот этот один тип визуализации, который Т-образный насчет положения самолета в пространстве и так далее и тому подобное. И у меня здесь всегда тоже такой немножко диссонанс в голове, когда я проектирую дешборды, иногда я могу придумать довольно сложный, ну, условно сложный вид визуализации, который там, не знаю, какой-то многомерный, показывает 5-6 метрик каких-то данных, она сложная для восприятия, но при этом я понимаю, что она будет в итоге закрывать задачу лучше, ну, быстрее будет, если пользователь и нам учится пользоваться, он будет ей пользоваться быстро. С другой стороны, есть история про то, что если визуализация непонятная, то на ее время нужно освоение, и там все понимают, как считывать барчарты и лайнчарты, и это можно сделать, условно говоря, вместо одной классной визуализации 4 простых. То есть, я понимаю, что ответ, скорее всего, будет, наверное, там, все зависит от контекста и задач, это естественно. Нет, можно тут, но может быть, это, может, какое-то там правило, как ты используешь. Правило, у меня есть хорошее, у меня есть хорошее правило, такое случилось, есть такое правило Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, как бы, там, в табло, кликеты, просто делаешь копию своей визуализации и делаешь изменения в ней. И потом несколько таких видов визуализации отдаешь пользователю, называется АБ-тестирование, и говоришь, ребята, как вам там воспринимается? И можешь предварительно потестировать, потом на большую отдать. То есть, мой ответ – тестинг. То есть, тестинг очень быстро и иногда, ну, то есть, или даже в большинстве случаев очень сложно предсказать, будет ли твоя визуализация интересна для конечного пользователя. Все от него зависит. То есть, это не тоже решаемая задача, а тот… А как бы ты тут дизайн эксперимента делал? Потому что, смотри, у меня какой всегда здесь консерн, что если я делаю АБ-тест, то, естественно, простая визуализация при просто вот вам два варианта, да, оно зайдет быстрее и проще, потому что люди в него быстрее окунутся. А для… чтобы протестить сложную визуализацию, там какой-то сложный дэшборд насыщенный, их нужно сначала этому довольно долго научить, им надо в это дело войти, это какой-то процесс, ну, может быть, довольно длительный. Да, ну, смотри, какая есть история. Есть отдельная область, вот мне нравятся подходы дизайн-мышления, там раскладываются десятки способов тестирования, и что могу выделить, которые классно работают. классно работает, когда ты садишься рядом с человеком и смотришь, как он клацает, раз. Второе, попросить человека прям проговаривать все, что он сейчас думает и записывать, и все, что вот у него приходит на ум, он прям проговаривает с тобой и так, я хотел бы ответить на вот такой вопрос, мне нужен показатель, так, а где же детали? Вот он прям прям себя говорит, вводит мышкой, и ты записываешь, то есть, это как бы твой конечный пользователь, и очень важно, он въехал или не въехал, с обучением, без обучения. Наверное, вот эти вещи, которые тепловые карты или подходы, там клики, или отслеживание, куда глаза смотрят, это, наверное, тестирование. Хорошо, но это лабораторная такая работа, там и так правила есть, чем больше шрифты, чем больше контрастные зоны, туда человек смотрит, если хочешь посмотреть, привлечь внимание, поставь силуэт какой-нибудь, то есть, это все работает, но это, мне кажется, задача дизайнера уже это применять. А вот для конечного пользователя, решает ли он задачу или нет, это вот такой вид тестирования. Что еще из тестового? Это несколько разных вариантов, которые можно применить для, то есть, ты делаешь одно и то же, просто от простого к сложному, и прям все из них конечному пользователю просто на выбор даешь. и иногда вот при, вроде бы казалось бы, тебе нужно несколько баров дать, либо, например, сделать там какой-нибудь хит-мап, и то, и то показывает, да, ну то есть, но при этом у тебя может быть разный аспект, который ты не можешь ответить без пользователя, что для него важнее, первое или второе, и тебе нужно их сделать несколько, отдаешь. Ну, по дизайн-мышлению сейчас вышло много, много книг, жаль, что мы не рассмотрели этот подход на марафонах на наших, потому что там около, там пару сотен точно есть, пару сотен есть хороших игр и советов, которые связаны со всей цепочкой проектирования, которые даже бардам прям потрясающе подходят. Вот, можно брать на вооружение, делиться ими, и потом в комьюнити смотреть кому что помогло. Как бы однозначного ответа, например, сейчас даже нет ответа, как, на основе каких критериев проверять, хорошо ли подготовлен дашборд или плохо, то есть, визуализация. А дискуссия на этот счет идет, не знаю, последние 10 лет. То есть, есть научные работы, где в лаборатории нужно сделать. То есть, человека можно поместить в лабораторию, оценить его, и ты достаточно легко все предскажешь, но в боевых действиях, когда тебе нужно по общению с человеком там за 2 минуты сложить его портрет, да, или у тебя нет возможности протестировать аудиторию, ты делаешь слепую, ты делаешь по определенному своей интуиции и применяешь, как бы, свои опыты, знания для того, чтобы наилучшим образом решить задачу. То есть, вот, мне кажется, все по методам будет зависеть от твоей конечной аудитории. Окей, такой, Элин Юит, в общем, наверное, в дашбордах это самая интересная зона сейчас, особенно интерактивность, ей не пользуются, так вот, выделено, то есть, она не столь популярна, например, те же самые истории, которые там в табло, story points делаются, или в клике сейчас сделали рассказ истории, то есть, это все еще для широкой аудитории только-только будет приходить. Люди научились массово выгружать в этот, в PowerPoint-слайды и рассматривать их, но, скажем так, то, что у нас с тобой в профессиональной среде сейчас кажется очень примитивным, для многих людей вообще целый мир, они еще даже это не пробовали. Вот, у табло-комьюнити есть там Векслер, там еще несколько знаменитых джедаев, да, то есть, преподающих в университетах. Так вот, многие даже в блогах жаловались, не то, что жаловались, но, мне кажется, даже рекомендации, крик души. Ребята, каждый раз рассказывая визуализации, даже если это простые вещи, рассказывайте с воодушевлением. Людям, которые пришли сейчас, смотрят, например, на базовые виды визуализации и не знают, как этим пользоваться, это другой язык. То есть, это правда другой, это язык графики. Вот как компания вся взяла и перешла, например, на французский язык завтра. То есть, кто там будет? Говорит на французском языке? Нет. Найдут каких-то людей, которые французские знают в организации, сделают их директорами по взаимоотношению с французским рынком и только так будет. Знаний-то нет. Вот и язык графики то же самое и подходы здесь. Здесь нужны люди, обучение, то есть, и мне кажется, что нужно вот эти вот зернышки как бы шаг за шагом все равно людям рассказывать. Это никуда от этого не деться. А профессионал остается всегда у профессионала будет мало. То есть, пропорций не будет. Смотри, у меня последний такой большой вопрос, потом перейдем к Бритцу. Как раз у тебя сейчас открыт ВИЗ Стандарт. У меня был вопрос, как ты здесь его, ну, наверное, ты говорил уже про что это. У меня просто, когда мы запустили в компании Style Guide, и я его использую в своей работе, когда сам делаю дэшборды, и я понимаю, что я, ну, по 20 раз на дню от него чуть-чуть отхожу, потому что где-то это лучше решает задачу, чем это описано в стандарте. Ты этот стандарт видишь, как такие прям жесткие правила и госты, либо это все-таки рекомендация и скорее подходы и правила. Ты знаешь, мы пробовали в нескольких компаниях, там, банках вот такие практики, и вот тебе в двух словах скажу, с чем, какой спектр решений был. Для некоторых компаний, которые пишут для себя в гид такой по визуализации, он идет как документы, они пытаются от него оттолкнуться и жестко за это наказывать. Например, там Ростех, какой-нибудь шрифты, цвета, подготовки, то есть очень важно вплоть до, именно шрифт, который их используемый, он должен быть внутри. Это мы все проходили. Но дальше мы перемещаемся в среду, где, например, нельзя вас так жестко ввести стандарты. Здесь компании пытаются сделать стандарт, но вводить их как лучшие практики, делать очень много образовательных проектов внутри, показывать примеры и не насаждая, но при этом через центры компетенции продвигают такие подходы. Вот это тоже работает, а где-то вообще никому ничего нельзя, хаос полнейший и по сути нужно научиться даже пользоваться не то, чтобы даже какими-то аналитическими подходами, просто перейти с электронных таблиц на более, например, продуктивный инструмент. Или, например, взять и визуальную аналитику перевести в ранг, когда ты, например, именно визуально решаешь некоторые задачи, не просто в каком-то инструменте делаешь репорты. И это все привносит какие-то наработки, которые компании, как мы видим по клиенту, делают конфлюенс-портал, на которых со всех департаментов собирают все удачные, например, виды визуализации, какие показатели как они представляли, потом анализируют маржинальность, как мы можем смотреть. И вот из вот этого набора удачных решений они могут легко вытаскивать какие-то удачные варианты, которые им понравились и в их команде работают. То есть так часто в медийных компаниях происходит. Берут под свой бренд то, что очень круто работает и, соответственно, используют это, пока это не будет меняться. Но мне кажется, что для той работы, которая то есть это все время будет какое-то ядро будет меняться, как язык, он меняется. То есть ты должен быть готов к постоянному изменению. И, скорее всего, ряд задач, которые достаточно жестко там можно делать виды дашбордов, ты можешь удержать в ядре шаблонов, темплейтов. Но как только ад-хок будет какая-нибудь история, то здесь никаких правил не будет. Все хотят просто получить результат. Поэтому ты упрощаешь людям работу, ты их ведешь образовательную деятельность внутри, ты, по сути, подсказываешь им, как эстетику приносить в свой конечный продукт, делаешь большую миссионерскую такую работу. Но покрыть все на 100% невозможно. Какой-то вот такой ответ у меня. Окей. Поэтому по поводу вистандарта мы хотели бы заниматься только практиками популяризации подходов и стандартов. Не хотим разрабатывать стандарты так, как это делает например ICS. То есть где комитет есть по стандартам, где там сидят немецкие ребята, кто уже 15 лет разобрали все типы графиков, подходы, и они продвигают свой стандарт на 160 страниц, которые считают, что он наилучшим способом подходит. Но я считаю, что мы можем оттолкнуться от такого стандарта от BCS, его улучшить, потому что стандарт тоже не успевает за программным обеспечением, например, стандарты BCS не регламентируют например хитмапы или какие-нибудь джитерплоты или слоупграфы, которые с успехом применяются в компаниях. То есть там нет ответа, как правильно их делать. Поэтому нужно брать, от чего-то отталкиваться и мы готовы помогать компаниям внутри разрабатывать себя, поддерживать диалог. То есть даже чтобы сама компания это вырабатывала внутри. То есть мы хотим модерацию такого процесса делать, оценку людей, давать им инструменты, давать им подсказки, с которыми можно идти. И, например, те же самые наработки, которые сделаны у нас в членах сообщества в стандарте, они могут помогать другим, то есть улучшать их работу, экономить начальный вот этот подход. И все же могут пройти как ты столько полгода кропотливой работы, чтобы выстроить, сделать этот стандарт пообщаться с коллегами, провести сложную консалтовую работу и потом выдать результат, который уже темплейтом готов разместить на портале и через какие-то формы принимать заявки на разработку дашбордов. Это очень сложная работа, но она предварительная, то есть ты ее делал заранее, а уже результатами пользуются многие. Можно оттолкнуться от каких-то твоих результатов, которые ты уже сделал, и порекомендовать компании, например, использовать те уже практики, которые у тебя удачно легли в бизнес. Ну, тут все как-то зависит от бизнеса и от задач, но в целом да, окей, тогда Блиц. Это несколько вопросов без подготовки, да? Ответы? Да, конечно. У нас вообще весь разговор спонтанный. Ну, мне кажется, это на самом деле и ценно, потому что живость мыслей, она как раз то, что ты говоришь, зажигаются идеи друг от друга именно в эти моменты. Топ-5 навыков для того, кто занимается визуализацией данных. Топ-5. Минимально навыки, да, то есть критическое мышление, мне кажется, это очень важно, то есть то, что касается данных. Это дата-виз, это визуализация, нужно понимать психологию визуализации и быть знакомыми с визуальным представлением. я думаю, что это описательная статистика минимальная, то есть для того, чтобы быть знаком с азами работы с датасетами, то есть понимать, где и что с ними происходит. Это качество данных, понимать природу, природу данных, смотреть, как можно улучшить, потому что мусор на входе, мусор на выходе, как бы. И мне кажется, это все так, что можно запаковать в стори-теллинг, то есть можно найти интересные результаты, но не донести их до конечного пользователя, то есть тогда навыки как бы пропадают. А сюда входит наверное и это презентация тех находок, которые были сделаны, данных, и донесение их до аудитории. Я вот так бы завершил пять ключевых навыков по цепочке. Окей. Одностраничный дашборд или лонгрид? В медийке лонгрид, потому что широкая общественность привыкла листать и все на сайтах работают, это будет скроллинг. Для бизнеса это дашборд, который на одном экране. То есть мы даже делили аудиторию, у нас были заказчики скроллеры и кликеры. То есть это прям 50%. Нужно было типологию сразу поставить, то есть кто любит скроллить, кто кликать и под них делать результат. Табло или клик? Разные истории, то есть могу сказать, что сейчас как бы табло как наверное фотошоп для данных потрясающе как бы можно там визуализации свои строить, но для бизнеса если мы возьмем всю цепочку то, как ты системно строишь BI и если тебе нужно быстро построить продажу, своих данных для какой-то аудитории, то тебе нужен инструмент, в котором ты и портал сделаешь и продажу и сможешь сделать расчеты и то есть это даже селф-сервис будет для людей. Как бы у табло таких например вещей редко когда делать. То есть клик на клики сейчас по моим оценкам рынка просто масштабные более масштабные проекты на много тысяч людей в цепочке бизнес-аналитики для табло это все-таки комьюнити которая зажигается от видов визуализации подготовок то есть конечно же потрясающая работа в дата-журналистике то есть клика мало в дата-журналистике то есть раньше была даже версия которая была бесплатная как у табло-паблик но сейчас ее нет поэтому это разные инструменты хорошо но зря ты не спрашиваешь по Power BI то есть как бы тут еще еще больше людей там несколько скажем так мой сейчас анализ который я делаю по инфополе отслеживая бренды клик там табло и Power BI показывает что вот у клика и табло это профессиональные комьюнити которые которые развиваются своим по своим законам но все кто использует экселе просто в 10 раз больше поэтому и разговоров больше и это просто разные мне кажется разные сегменты поэтому вот такой ответ окей окей Тафти или Стефан Фью так ну наверное мне ближе я работаю с задачами которые Фью этот пишет в своих книгах последний вот сигнал шум у него вышла потрясающая работа мы на их основе сделали целый постер по сути это 6 типов соединения там меры измерений которые позволяют тебе построить базовую визуализацию он показывает что супер важно для объяснения навыка убирать ненужное фокусироваться на важном это об этом целая целая книга о Тафте ну прям 4 книги я их периодически перелистываю каждую книгу Тафт писал там по 7 лет и по сути это произведение искусства каждая страница тебе наводит на какие-то размышления и это разные опять же два автора то есть если Фьюз с тобой разговаривает там вот прям как диалог ведет то есть заныривать проблему говорит что у него там была попытка визуализировать данные например в образовательной сфере вот 91 дашборд давайте разберем то есть и здесь конечно же ты идешь за ним за мышлением за плюсами минусами то есть это очень очень интересно то у Тафта это прям один день какое-то произведение разворот он сверстан прям такое эстетично то есть это это должно быть вместе наверное как обогащать с двух сторон Дата-йога или Би-Випасана мы это знаешь мы разложили Дата-йога это все-таки фреймворк был традиционной йоги там 8 ступеней есть и асаны это у нас был аналог присоединения к данным то есть вот наша пранаяма там дыхание то есть это наши визуализации которые мы делаем то есть вот метафорично немножко но позволило людям показать как это все аналогия с йогой традиционной работает с визуализацией поэтому и асаны важны и удобно нужно сидеть и присоединяться к данным и опять же нужна медитация чтобы найти что-то в тех визуализациях которых ты сделал это это кстати очень это очень важно то есть визуализация построена но ее нужно интерпретировать и не каждый не каждый человек это легко делает поэтому давай оставлять и медитацию и асаны вместе все будет пусть все работает окей Андрей спасибо большое за рассказ было очень интересно меня прям многие вещи вдохновили я наверное сейчас тоже еще пойду переварю то о чем с тобой пообщались я думаю продолжим еще интересные темы эта тематика сама безгранична так что будем будем делать интересные беседы звать людей всех поучаствовать удовольствие спасибо что пригласил спасибо большое что пообщался если есть что-то еще хочешь сказать нашим зрителям я не знаю у вас может быть какие-то курсы ближайшие есть или еще что-то куда куда идти получать сокровенные знания да с удовольствием приходите как минимум в комьюнити то есть для того чтобы находиться рядом с людьми которые что-то делают практикуют то есть я бы сказал что практикуйте и все придет это первое это очень важно как бы вы не хотели рисовать красиво нужно просто рисовать поэтому это очень важный принцип на бесплатных наших марафонах и то что мы задумали в ближайшее время приходите пользуйтесь только от вас зависит каким образом это будет эволюционировать это очень важно на наших коммерческих проектах которые мы делаем в онлайн мы сейчас принесли 19 модулей по 2 часа это полный цикл такой визуализации данных мы делаем очень круто прям в онлайне с миро досками с интересными заданиями со скетчингами то есть приходите это уже наверное больше посыл корпоративного сегмента у тех кто ребят может это внутри с этим поработать ну а для открытой аудитории будем делать все бесплатные программы чтобы люди учились знания должны быть свободны и мне кажется благодаря объединению всех вместе можно развивать эту область знаний одному здесь очень сложно что-то сделать так что до встречи у нас на дата йоге приходите будем в контакте супер все спасибо большое еще раз тогда на связи и пока да давай ром спасибо тебе большое на связи чао спасибо